Лавки сходи, світло с балкона, рівні двери, вечірня втома, знову там, де нам все знаємо, бо коли ми вдома добре кожному з нас, кожному з нас, коли ми вдома... Так вот, Сеня, один высокий и кучерявый. А что одет? Пальто серое. Серое пальто. Да сам ты конь. Второй маленький такой. Лысый и с сатым зубом. Лысый и фикса золотая. Какой горбатый, я говорю лысый. В общем, эти двое пытались ограбить дом. А-а-а. Ну понятно. Все, давай. Угу. 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 Фух. В общем, выяснил. Фильм называется «Один дома». Точно. А-а-а. Пиражуря, ты слышал? Я же тебе говорила, что я вспомню название фильма. Эх, люблю свою работу. Помидорчики закрыл, огурчики. Ну и, конечно, абрикосы для Славочки. Ну ты ж знаешь, он их обожает. Пока, Полиночка. Пока. Прощайся. Пока. Мы еще не договорились. И... Ты знаешь, сколько ты по межгороду уже натрепалась? Ну ты дурака валяешь. Какой межгород? Интернет. Мы по скайпу с Полиной разговаривали. Тем более. А-а-а. Какая муха тебя укусила? Как и надо. Во. Вот такая вот. Видишь? А? Все-таки полезная эта штука. Наубок. Знаю, сколько капканов можно расставить по квартире. А-а-а. Частье вино. Катюш, я дома. Пирожок, я тоже. Ах! Ты не забыл? Это... Ты не забыл о годовщине? Как такое можно забыть, не? А Ленка говорит, что все мужики не помнят о годовщине первого поцелуя. Надо было с ней поспорить. Годовщина первого поцелуя. Все мужики помнят об этом. А я тоже ужин приготовила. Проходи. Класс. Катюш, сейчас я быстренько в магазин сбегаю. Вспомнил просто, вдруг у нас у бухгалтера день рождения завтра. Мы деньгами сбросились, а мне поручили подарок купить. Пойду, куплю ее что-нибудь простенькое. Я тебя жду. Угу. Андрюша! Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Мариша, ну честно, ну я не специально оставил эту ложку гречки в кастрюле. Ну реально не хотелось. Так, а гречки потом? Садись. Садись, садись. Скажи мне, пожалуйста, почему у нас крышечек от судочков меньше, чем самих судочков? Садись. 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 А ты, Мариша, ты пессимистка. А ты пессимистка. Знаешь почему? Почему? Потому что оптимист, он бы, он бы сказал, это, это не крышечек меньше, это судочков больше. Не заговаривай мне зубы. У нас всего было по паре. Да? Да. А может, Марин, судьба у него такая. Помнишь, как в сказке? Стойкий пластмассовый судочек. Так давай без твоих шуточек, Андрей. Я тебе задала конкретный вопрос. Ну, где крышечка? Ну, откуда я знаю? Вот я ее потерял. Ну, как это потерял, Андрей? Ну, ты что? Ну, как можно было потерять крышечку от судочка? Ну, что ты такой безответственный? Ты на все так говоришь. Ты так о носках говоришь, о крышечках, о котлетах в холодильнике. Ну, сколько можно? Ну, тебе что, пять лет? Ну, сколько? Ну, когда ты наберешься ответственность? Ты взрослый человек. Ну, с кем? Ну, как с тобой? Иди сюда еще не договорила, Андрей. Гражданка Макаренко, проходим. И не обязательно было меня в ванной закрывать. Это для чистоты эксперимента. Итак, узнаете ли вы какую-нибудь из этих крышечек? Не переживайте, они вас не видят. Вот наша крышечка. А что я тебе говорил, Марин? Я тебе сказал, я эту крышечку, я из-под земли ее достану. Я, между прочим, весь участок перерыл, но я нашел. Я так Сене и сказал, говорит, ты, Сеня, немедленно верни любимую крышечку моей любимой Мариши. Да ты что? Так ты герой. Ну, конечно. А остальные откуда? Угу. Ты что, купил судочки ради крышечки? Мариш, ну, я не помню, как наша выглядит. Ну, ты не переживай, эти все судочки можно вернуть, я договорился. Не-не-не, не надо, это хорошие судочки, не надо их возвращать. Я, кстати, давно такие хотела, так что… Да ладно. Да, ты молодец. Ну, слушай. Ну, это же, получается, все равно одной крышечки не хватает. Чего это? Ладно, долго объяснять. Нормуль. Кицюню, танцюй. Мені на роботі дали дві путівки на відпочинок. Ага. Ой, дорогой, какой же ты у меня, Володя? Ага. Оксана, ты чего стоишь? А ну, швиденько в спортзал подовый, який ляхина, ела. Ну, мам, ну что? Ну, что, пойду я паковать в аренце, да? Ага. Наталя Богданюна, ви не зрозуміли, це ми із Тарасом удвох їдемо. Удвох? Ага. А я? Мамо. А мені? Ми. То это что выходит, что я больше никогда в жизни моря не побачу? Мама. Ну, правильно. Ну, хиба ж мама заслужила, а? Просто мама двое суток тебе рожала. Мама ночей не досыпала. Мама твоей любимой голубцей загортала тільки у свежесеньку капусту, навіть у зимку. Ну, хиба ж вона заслужила. Та ні, дай Бог. Мама. Та ви не засмучитесь. Ми вам магнитика привеземо і море сфоткаємо. Подивитесь. Оксана. Ну, что, сфоткаю. Мамо, просто ми в ній тільки дві путівки дали. Це ж золоті піски. Це де? Десь під Одесою? Ну, а золоті піски – це ж Болгарія. Тарас. Що? Ні, ну це капець. Що? Виліт після завтра. Ну. Що, ну? Ми не встигнемо отримати загранпаспорти. Чим ти дивився на дати? От так я і думав, що документи треба було раніше подавати. Що? А кого я місяць чекала з документами? Що? Пропали тепер путівки. Так дивитись треба. Пропали. Що? Тепер здати вже не можна. Накупалися. Накупалися. Все через тебе. Так. Треба було самим цим займатися. Так. Дивитись треба. Та не хочу я. Ну, ну. Нічого нікуди не пропало. У мене ж є загранпаспорт. Ну. Є. А зараз подзвоню кумі. Ми вже давно з нею хотіли на море поїхати. Як гейнемо на золоті піски, а? А там може якихось болгарських перців підщепимо в якійсь болгарській деревні. А ти, Оксанка, не переживай. Я тобі магнітик привезу. І фотку подарую. От так. Пішла пакувати валізи. Скільки вони хоч коштують, ті путівки? Не питай. Головне, щоб погодилась поїхати. А то вічно то времена нема, то грошей шкода. А так він хоч може подивитись. Тарас, головне те, що ми удвох з тобою на цілий тиждень в квартирі лишаємось. Я про це не подумав. А я лише про це й думала. Китюн. Шумі. Рано. Рано мама вдома. Рано мама. Угу. Стой, ми продаємо. Ну. А, так, ну,andюш, стартуем. Пошла, 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 пошла. Подася. Криша Пойди разберись, кто-то хулиганит Ну, мальчишки, наверное Я второй раз бегаю Да, конечно Ну, что ж Давай еще раз Ну, так Хулиганье Криша, достали меня эти малолетки У меня молоко сбежит Конечно Тише, ну я так не успею Шустрая какая-то Так, ладно Здесь подежурим Вот, ничего, ничего Наденька, посмотрим, кто быстрее До пенсии набежит Забыла сказать Пенсию вчера принесли Ладно, в следующий раз В следующий Не, ну, послушай, таких же поискать надо Я с ней никогда не расстанусь Ну, вот я сколько себя помню, столько с ней Она же у меня какая Во-первых, она красивая Да Во-вторых, она ухоженная Да Идеальные формы Я тебе, знаешь, ты только не обижайся Так скажу Моя реально круче твоей Ой, все, по России Давай, не могу говорить, пока Настю Представляешь, Гольцман звонил Предлагал тренерскими поменяться Смешной Что? Это я Лампочку вкручиваю А что? Подожди-ка Сейчас же моя очередь вкручиваю Получается, Андрюха, что ты мне теперь лампочку должен, понимаешь? Секундочку Еще принесу Неси, неси, дурачок Ой, Господи